добрый день вот сегодня пораньше записываю специально вот вот эта книжка там один парень задал вопрос какая песня не оценивается написать вот это все это будет очень долго и неправильно будет понято потому что я опять же повторюсь я не писатель вот я постараюсь вот видеоформате прежде чем ответить на этот вопрос я хочу кое-что вам прочитать из устала региональной общественной организации клуб любителей канареек то есть московского клуба это выдержка из устава здесь написано общее положение региональная общественная организация клуб любителей канареек далее является общественной организацией объединяющей жителей внимательно послушайте жителей города и области на основе общего интереса канарейкам и канаровозам то есть вы должны понимать что здесь четко написано московский клуб это клуб созданный для жителей города то есть города москвы и московской области вот поэтому что то править в этом клубе и говорит вот это плохо это хорошо это это не мое дело поэтому у них свои какие-то понимания у меня другие понимания вот поэтому здесь лишь конкретно ответить на вопрос если касательно это по правилам московского клуба любая птичка выставленная на конкурсе она прослушивается вот другое дело если эта птичка имеет в песне брак или очень большое количество грубостей вот она снимается с конкурса птичка которая поет без брака без грубости ну поет допустим без стройника поет без отбоев поет какой-то разносор колен которые предусмотрены да шкале оценок а даже те которые не предусмотрены вот какие-то благозвучные звуки да которые канарейка пробивает они оцениваются оцениваются правда в графе другие в зависимости от того какому туру приблизительно они могут отнести это колено такая птичка да она судьи и слушают все ставят баллы оценки но эта птичка не набирает тех того количества баллов и тем более по стабильности так как стабильность стабильное пропивание имеет приоритет в московском клубе да то есть если птичка спела менее чем и получила менее чем 2 балла за стабильность то эта птичка не оценивается то есть она не награждается она может там 60 баллов допустим набрать да даже больше но если у него стабильность ниже 2 баллов допустим 0 стабильность примеру да это птичка она не награждается вот в чем вся разница как каждая организация общественная она имеет свои какие-то особенности они сделали создали но флаг в руку вот хочется просто для общего ознакомления еще вам зачитать для чего создавал создаются клубы да что и написано вот написано цели и задачи клуба первое сохранение и приумножение лучших традиций российского конороводства дальше работа по возрождению и улучшению породы русской певчей конорейки оценившего напевок дальше организация и проведение ежегодных выставок и конкурсов певчих и цветных конорейок дальше оказание помощи членам клуба проведение селекционной и племенной работы содействие членам клуба в реализации их продукции снабжение карманы литературой инвентарем и тому подобное дальше разработка документации по организации любительского конороводства повышение его уровня работа с населением в порядке ознакомления с историей возникновения конороводства в россии и разнообразием пород конорей далее ознакомление с условиями содержания и разведения конорей воспитание любви и бережного отношения к фауне целой и заботе об окружающей среде я думаю комментарии здесь будут излишне единственное то что на протяжении стольких лет я видел это ежегодное проведение конкурс все и вот поэтому конороводы и ищет людей спрашивают вот конкретно меня спрашивают а как вот это делать а как вести селекцию а как то а как все и понимаете очень много вопросов которые на эти вопросы должны были им ответить клубные лидеры так в кавычках скажем ну никто ничего им не отвечает по сути вот и даже тот человек который продает им птицу он тоже почему-то не говорит ничего не знаю почему либо не знает либо не хочет но это отдельная тема вот буквально вчера мне парень с таджикистана в личку выложил двух кеннеров и спросил спрашивают у меня вот я хочу заняться там у меня помогите туда-сюда вот чтобы я не ошибался вот у меня один кеннер с казахстана с узбекистана другой кеннер с таджикистана ну показывает выложил мне эти видео двух кеннеров ну извините меня клетка в ящике что в первом случае что со вторым кеннером ну видно что птичка во первых она ну и снято так она в ящике даже человек не уподобился вытащить с ящика поставить отдельно видео с ним видно что птичка обучалась крыто то есть и то есть то что она поет она поет под давлением что не скажем человека или вынужденно принужденно поет эту песню как я могу сказать о генетическом потенциале этой птички в ракурсе песни голосовых отношений тогда я не могу ничего сказать потому что если бы эта птица пример человек нормально кормил бы эту птицу эти птицы бы обучались в пролетке или в вольере то есть они летали бы свободно общались друг с другом вот были бы в вольере и с братом птица и которая поет пол песни и так далее и вот оттуда выходит какой-то один или два которые действительно они по барабану они поют всю песню от и до им наплевать вот с хорошим качеством хорошей стабильностью да вот об этой птичке я могу сказать что вот эта птица имеет генетический потенциал очень высокий который может быть использованы как разоначальник линии она может использоваться в других схемах селекционной работы да для поддержания породы для улучшения породных признаков да здесь можно сказать что это что-то из себя представляет вот а лучше всего об этом сказать когда вы получаете потомство вот этого самца так скажем одаренного да от этого самца вы получаете потомство с разными самками и когда вы видите что вот эти все самки дали самцов большей частью самца то такой самец называется препатентный то есть это производитель который будет улучшать то есть с одной самкой он может дать хороших хороших то есть там гены сплетутся так он может дать хороших самцов хороших плетенцов а вот с другой самкой он там будет ничего или там наполовину туда-сюда с третьего вообще непонятно поэтому вот так и с несколькими разными самками вот чтобы понять в потомстве есть тенденция того что он препатентный то есть он больше половины передает своих генов к своему потомству самцам а про самок потом поговорить тогда да это очень ценный самец он может называться предпроизводителем обычно ну в животноводстве при зоотехнических смотрах таких животных определяют как производитель вот то есть и дают им класс элита то есть ну это как бы лучший представитель породы то есть ну дальше комментарии думаю излишне будет вот по самцам так закрытые в клетке ящики я не хочу никого упаси боже сказать что это плохо а вот я занимаюсь вот это хорошо нет я просто говорю что что есть что чтобы люди сами понимали что что они хотят для чего они хотят чтобы что-то получалось только поэтому я держу птичку открыто то есть вот у меня вот вольер стоит вот видите сейчас он пустой вот здесь у меня вон птицы стоят ни дверей ни окон ничего вот открыто и все вот то есть я раньше я держал крыто птицу даже бил птицу то есть ну я уже об этом рассказываю но понимаете когда ты видишь что ну это неправильно это корни неправильно ничего хорошего с этого не вылезет мы уже видим это все то есть мы смотрим сегодня если мы посмотрим оценочные листы победители конкурсов сегодня да допустим те же онлайн конкурсы те же эти сам московский конкурс ну и так далее мы видим что очень много проставленных колен в графе другие то есть непонятные колена потому что сегодня есть много разнообразных а люди называют их там какими именами только не надо и красноклевка и что-то не буду сейчас все перечислять это все заносится в графа другие то есть фактически для чего вы создавали шкалу если вы большинство колен на сегодняшний день учитывайте в графе другие то есть есть тур основные колена да то есть там идут овсянки какая-то овсянка такая такая потом другие овсянки или там вставные колена там синица кулики другие и кстати говоря вот другие вставных колен ну это преобладает ну вы сами посмотрите и поэтому что-то говорить о том что мы что поддерживается именно овсяночный напев что пропаганда какая абсолютно ничего нет то есть любую птичку обучил главное чтоб это не противоречило каноном данного клуба то есть вопросов нет ставьте и будут оценивать даже пускай все колено они оценят в графе другие то есть другие отбои другие вставные колена другие там овсянки другие россыпи там ну и так далее ну к чему мы придем тогда зачем эта шкала нужна если уже мы видим тенденцию что сегодня вот это происходит поэтому люди уже говорят послушайте ну сейчас вот так образно говоря называют лесной напев да там масса вставных колен они уже говорят слушай давайте делайте эти шкалу там у меня там какой-то вот там дальневосточный сыч или там какая-то еще что-то придуманное название ну давайте это будем ставить вот как коллег и во что это все превратится а где ж тогда останется овсяночный напев но у нас он если мы возьмем почитаем и даже на видео форматах есть написано вот бывший председатель судейской коллегии и лекции записал и стандарте которые они написали московский клуб там четко написано и четко им сказано что достаточно одной россыпи и одной овсянки обыкновенной либо ее производные там овсянка в звон там или какая-то другая но он считает овсянка в звон потому что ну не знаю ему нравится то есть две овсянки всего-навсего а птички у нас сегодня поют насчитывают у призеров до семнадцати колен то есть получается два колена овсянки одна россыпь одна овсянка и извините меня 15 колен непонятно каких которые оцениваются в школе ну это дело московском клубом не им не диктовать это не мое дело ребята извините я просто для общего ознакомления потому что вопросы задаются надо наверное ответить вот потому что писать вот это все это невозможно ответить вот поэтому вот ну это хорошая наверное вещь вот это видео формат то есть люди эмоции видят и понимают правильно что о чем говорится потому что когда напишешь не всегда ты можешь написать так что люди нормально некоторые понимают в этом агрессию какую-то с моей стороны начинать тоже агрессивно реагируют то есть ну ничего хорошего это не приводит вот поэтому вот эта тема так долго не буду говорить и так уже долго наверное наговорил ладно давайте ребят задавайте вопросы а я буду вам отвечать если хотите дальше 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 сейчас дальше все